На выезде решали чиновники сегодня вопросы и строительство путепроводов в Чистые пруды. С рабочим визитом стройплощадку посетили специалисты областной и городской администрации. Объект не заморозят, но возможно, на этом слове особенно заострил внимание министр транспорта области Альберт Запольских, график работ придется сдвинуть на полгода. Подробнее о том, как идет строительство, расскажем далее. Работа на объекте практически не останавливается. Строители уже сделали опоры будущего путепровода, а теперь соединяют вместе блоки и плиты. Затяжные дожди не мешают, признаются рабочие. Строить мосты им приходилось и в более экстремальных условиях, например, в Сибири. Сегодня же с погодой повезло. В Кирове солнечно. Проверить, как продвигается строительство путепровода в Чистые пруды, в очередной раз приехали специалисты администрации города. Мы планировали в этом году правую сторону всего 15 блоков надвинуться и положить на опору, которая находится уже на той стороне. Сейчас никаких проблем с технической стороны нет, заверил глава города Кирова Владимир Быков. Все идет по плану. Еще в июне на строительство путепровода из федерального бюджета было выделено более 100 миллионов рублей. Общая стоимость объекта почти 3 миллиарда. Деньги поступают пока в срок, отметил мэр города, но не совсем в нужных объемах. Как сегодня докладывали, отставание по финансированию где-то на полгода, но объект не будет заморожен. Ну и по концу года будем стараться, если где-то какие-то другие субъекты не будут выполнять, постараться получить финансирование в полном объеме, которое мы планировали на этот год. Так что каких-то отставаний постройки нет. Есть одна сложная проблема – это расселение людей. Есть два момента. То, что мы выплачиваем, кто является собственником, мы выплачиваем компенсацию. Это их право. Можно здесь купить квартиры в чистых прудах, можно в любой точке города. Значит, это те квартиры, которые мы приобретаем. Мы, в принципе, брали и чистые пруды, и центр. В принципе, сейчас географию расширили. Может, кому-то, в принципе, и обхватили фактически весь город. Всего из 146 собственников 71 подписал договор и согласился на получение компенсации. А вот 12 человек до сих пор не хотят покидать свои квартиры. Вопрос об изъятии жилой площади уже будет решаться в суде. И ближе к осени, надеются городские власти, проблема с расселением людей будет решена. Кроме этого, на выездном совещании была поднята тема о строительстве подземного пешеходного перехода на перекрестке улиц Щерса и Попова. Разработкой проекта займется город, а деньги на строительство выделит областной бюджет.